МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. О главных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Найти и обезвредить наркополицейские Чуваши ликвидировали очередной притон. Без багажа долгов в преддверии сезона отпусков судебные приставы провели рейд на парковках крупных торговых центров. Уже совсем скоро. Какая программа ждет участников 6-го молодежного форума Молгород? Сегодня депутат Государственной думы Чуваши Алена Аршинова приехала в Чубаксары, чтобы встретиться со студентами Чувашского госуниверситета и побывать в детском саду номер 8. Куратор проекта «Детские сады детям» Алена Игоревна, как и многие ответственные лица Чуваши, в свое время немало поволновалась из-за этого садика. Садик на улице Строителей и еще один в Кугесях. Подрядчик сдал на год с лишним позже срока. Все это время на объекты выезжали руководители города и республики, увещевали, требовали, пытались искать компромиссы. В конце концов, малыши в микрорайоне улицы Гладкова справили новоселье. К счастью, с остальными объектами программы проблем не было. За последние три года в республике построено, реконструировано и приобретено 23 детских сада. Почти на 4000 мест. Кроме того, в прошлом году за счет эффективного использования помещений функционирующих детских садов и школ создано более 4500 дополнительных мест. Это, кстати, вывело Чувашию на лидерские позиции по выполнению программы «Детские сады детям». Министру образования республики даже вручили именной благодарность от председателя Госдумы Сергея Нарышкина. За активное участие в реализации программы модернизации системы дошкольного образования. Поэтому у меня такая выпала честь вам передать эту благодарность. Аплодисменты. Но проблемы все-таки остаются. На встрече с педагогическим коллективом говорили и о необходимости разработки новых образовательных программ, и о том, что медики выведены за штат, а это мешает общему делу, и о том, что зарплаты даже с учетом повышения неадекватны педагогическому труду. Алена Аршенова заметила. Такие вопросы задают дошкольные работники всей России. А значит, перемены необходимы. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. За окном плюс 25 градусов, значит, самое время подумать о горячих батареях. Отопительный сезон – это как раз тот случай, когда сани лучше готовить летом. О том, как топили в сезон завершившийся, и как идет подготовка к следующему году, сегодня говорили депутаты городского собрания на выездном совещании в коммунальных технологиях. ЖКХ – отрасль, что и говорить, проблемная. Если бы проблем не было, попили бы чай и разошлись, отметил председатель комиссии собрания по городскому хозяйству. Конечно, без тепла этой зимой чебоксарцам сидеть не пришло, серьезных аварий не было, говорят специалисты. Зато настоящая авария – это ситуация с долгами. Коммунальная технология – это компания, которая обслуживает сети, по которым к населению поставляются ресурсы. Задолжали Межрегионгазу, ТГК-5 и заводу имени Чапаева. В свою очередь, перед коммунальными технологиями в долгах управляющие компании. На сегодняшний день задолженность управляющих компаний перед коммунальными технологиями составляет в целом громадную сумму – 770 миллионов рублей. Это по городу Чебоксары. Аукается это и горожанам, ведь при таких долгах брать средства на какие-то дополнительные работы, к примеру, ремонт или модернизацию компаний, просто неоткуда. Исправить ситуацию может переход на так называемые прямые платежи, то есть когда средства от жителей, минуя управляющие компании, идут сразу в ресурсоснабжающие организации. Подобное давно практикуют в Европе. Считаю, что прямые выплаты – это очень правильно в том смысле, каждый должен заниматься своим делом. Управляющим компаниям сегодня они, в принципе, выполняют несвойственные функции сбора и распределения денег. Вот если мы где-то на законодательном уровне примем решение, что с завтрашнего дня управляющая компания должна заниматься подметанием, ремонтом, обслуживанием, содержанием и так далее, я вас уверяю, многие вопросы автоматически решатся. Задача ресурсоснабжающих организаций – инициировать подобные полезные преобразования. Задача депутатов – помочь реализовать их в жизнь. Произойдет ли эта система прямых платежей, пока не ясно. Так или иначе, сейчас первостепенная задача – подготовиться к следующему отопительному сезону. Предстоит отремонтировать котельное оборудование, провести промывку и опрессовку сетей. Ольга Пырычкина, Николай Яковлев, Республика. Движение автотранспорта из года в год становится все интенсивнее. А междугородний транспорт очень сильно загружает наш город. Какой выход можно найти из сложившейся ситуации? Сегодня глава города Чебоксары провел рабочее совещание по этому вопросу. Проблема автомобильных пробок в наши дни актуальна как никогда. С каждым годом их становится все больше, а передвигаться по городу труднее. Поэтому решение транспортной проблемы – одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями. Мы придем к тому, что действительно надо будет разгружать город. И один из вариантов – и здесь мы должны… Сейчас многое делается и расширяется проезжая часть, и дополнительно карманы вводятся в городы. Но, конечно, этого мало. Помимо пробок на совещании были затронуты вопросы возможного строительства новых автостанций, которые будут обслуживать пригород. До конца года мы планируем разыграть в рамках открытых конкурсов все маршруты пригородные. И, то есть, вот уже конкурсная документация, она предусматривает четкое определение, какой подвижной состав будет использоваться. И в связи с этим вот срок предполагается такой – до конца года. Также обсуждали и междугородние маршруты, проходящие через город Чебоксары. Кстати, через столицу проходит 28 таких маршрутов. Для сравнения стоит заметить, что городских лишь 31. Мы должны здесь, с одной стороны, создавать условия, чтобы автостоянки с архитектурой здесь надо отрабатывать. Управление ЖКХ и предлагоустройство. Ваши предложения должны быть в плане того, что где мы дополнительно можем предоставить земельные участки, чтобы там, ну, пригородных мини-автостанций. На совещании решили подготовить предложение по строительству стоянок и многоуровневых парковок. А главам районов поручили решить вопросы по парковке на каждом предприятии. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика. Наркополицейские чуваши ликвидировали очередной притон. Плохая квартира попала в поле зрения сотрудников госнаркоконтроля еще в конце 2013 года. Тогда организатор наркопритона решил притаиться, но жажда наживы все же взяла верх. Посетители притона знали, что за ними организована слежка, поэтому вели себя осторожно. Во время изготовления наркотиков контролировали территорию. При малейших подозрениях на присутствие полиции подавали сигнал тревоги. Подготовка к ликвидации проходила тайно, чтобы не спугнуть. Нами были привлечены силы и средства отдела специального назначения нашего управления. Благодаря использованию их возможностей, а именно скалолазного оборудования, был учлен доступ в данную квартиру оперативных подозрений через крышу данного дома. И оперативные сотрудники привезли изъятие наркотических средств и вещей и приметов, использующих при изготовлении наркотических средств. В настоящее время в отношении данных граждан возбуждено головное дело. По части 2-й действия 32-й УК РФ ведется следствие. А сегодня проблемы оборота наркотиков, преступлений, связанных с ними, их профилактику обсудили в Доме правительства на заседании антинаркотической комиссии. В Чувашии, по данным наркологического диспансера, в 2013 году 25 человек употребляли дезаморфин. Статистика этого года утверждает, что число дезаморфиновых наркоманов снижается, благодаря запрету на безрецептурную реализацию кодеиносодержащей продукции. Однако запрет может нарушаться или эти препараты ввозятся из других регионов. Все-таки дезаморфинисты попадают в поле зрения полиции. За 4 месяца 2014 года выявили 3 наркопритона на территории Чебоксара и Новочебоксарска. К сожалению, растет и количество то, что становятся лиц наркозависимыми. Но это называется не только по Чувашской республике. Сегодня становятся более доступными и более доступны это легкие наркотики, вот так называемые, то что мы говорим, синтетические наркотики, дезаморфин в основном. Мы отмечаем, конечно, с позитивной стороны, что, слава Богу, практически мы не регистрируем на территории Чебоксарской республики тяжелых наркотиков, таких как героин. Слава Богу, то есть не становится это большой проблемой, как в других регионах. Но, тем не менее, проблема она это и есть. Участники совещания обсудили вопрос о создании регионального центра национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Из 14 регионов ПФО только 3 субъекта, в числе которых и Чуваши, не имеют такого центра. Медицинскую реабилитационную помощь оказывает и республиканский наркологический диспансер. Минздрав соцразвития Чуваши предлагает создать координирующую структуру на базе Центра социального обслуживания населения Чебоксар. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. За границу с чистой совестью под таким девизом провели рейд судебные приставы на парковках крупных торговых комплексов. Судебные приставы-исполнители, используя уже зарекомендовавшие себя мобильные устройства, проводили проверки автомобилей. С помощью мобильного телефона, в котором установлено программное приложение, приставы за несколько секунд сканировали регистрационные номера автомобилей и выявляли потенциальных должников. Так приставы обнаружили на месте проверки несколько автомобилей, владельцы которых задолжали большие суммы. Под угрозой ареста машины хозяева решили на месте оплатить долг и исполнительский сбор. Приставы отмечают и в повышающуюся сознательность. Чтобы спокойно собираться в отпуск, чебоксарец, увидев приставов во время рейда, попросил проверить его по базе данных. Узнав, что за ним нет никаких долгов, мужчина сказал, что теперь я с чистой совестью могу улететь на море. Напомню, что каждый житель республики может сам, не дожидаясь уведомлений судебного пристава, узнать о наличии исполнительных производств на интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии. К этому событию активная молодежь Чувашии готовилась целый год. И вот уже совсем скоро в Заволжье в шестой раз откроется молодежный образовательный форум «Молгород». С 4 по 8 июня он пройдет на базе отдыха «Буревестник». Свежий воздух, палаточный лагерь на берегу Волги, насыщенная образовательная программа, спортивные и культурные мероприятия, ведущие эксперты из Чувашии и других регионов, возможность напрямую пообщаться с первыми лицами республики – все это форум «Молгород». Для молодежи республики уже стало традицией начинать лето с участия в нем. Именно поэтому девиз шестого форума «Молгород навсегда». Образовательная программа этого года включает в себя пять площадок. «Инфопоток», «Технология добра», «Арт-квадрат», «Ты предприниматель», «Новая реальность». Кроме этого, будет функционировать выставочный центр научных, технических и культурных достижений молодежи и дискуссионная площадка «Открытый диалог». Впервые участники форума смогут сразу же применить полученные знания на практике, разработать и презентовать свои предложения по концепции развития города Чебоксары и празднования 550-летия столицы. Еще одно нововведение – конкурс на лучшее оформление места проживания делегаций с призовым фондом 30 тысяч рублей. Участников форума ждут соревнования по различным видам спорта, а в культурно-развлекательную программу войдут яркие музыкальные фестивали и дискотеки. Также в один из них состоится летний кубок КВН «Чуваши». На прошлой неделе во всех школах России прозвенел последний звонок. И для учителей, и для родителей. Особенно для самих выпускников. Это самый волнительный момент в жизни. На последнем звонке в Чебоксарской школе номер 61 и в Шумерлинском детском доме побывала наша съемочная группа. Надев традиционные белые фартуки и костюмы, выпускники фотографируются на память. Фотографии останутся, а школьные годы нет. Поэтому ученики 11-го математического класса ни на секунду не оставляют свою любимую классную руководительницу. Все призовые места в городских и республиканских олимпиадах старших классов в основном были заняты учениками этого класса. В общем, я даже не знаю, как с такими детьми можно прощаться, пока я об этом не думаю. Все, пойдемте, дети, бежим. Из 61-й школы в этом году выпускается 88 учеников. Всего же в ней учатся 1620 детей. Это самая большая школа в республике. По словам родителей и педагогов, школьники не пропускают ни одной олимпиады и возвращаются всегда с призовыми местами. Не зря школа номер 61 вошла в группу 500 лучших школ России. Волонтеры отряда «Дружба» из Чебоксар поздравили выпускников 9-х классов интерната «Хилель» из Шумерли. На праздник приехали клоуны с веселой праздничной программой. В ответ учащиеся школы также подготовили концерт, после чего на улице, загадав желание, выпустили воздушные шары в небо. Сегодня Общероссийский день библиотек. Профессиональный праздник установлен в 1995 году, но библиотеки всегда были неотъемлемой частью отечественной культуры. Сейчас они важнейшие информационные центры, которые распространяют новые знания, открытия и технологические достижения. Активно содействуют формированию новой информационной культуры. В третьем тысячелетии библиотеки выполняют функции сохранения и передачи новым поколениям культурного наследия прошлого. Важное место в библиотеках республики занимают произведения чувашского классика Константина Иванова. Именно сегодня отличается его день рождения. У памятника поэту рядом с Чувашским академическим драматическим театром прошел торжественный митинг. Деятели чувашской литературы и журналистики отдали дань памяти великому сыну чувашского народа, внесшему весомый вклад в развитие национальной литературы и культуры. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова